Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Эксперименты очень опасны Это просто возмутительно, что совет позволяет ему заниматься этим внутри священного дерева А если Вултус настолько опасен, тогда почему он до сих пор здесь? Он якобы гениален, хотя мне скорее кажется, что безумен Безумен? Как-то Он изучает какую-то новую магию, какая-то ересь Если бы она существовала, неужели бы боги не передали знания о ней нашим предкам? То есть ты полагаешь, что Вултус оскорбляет богов? То, что делает Вултус, в корне порочно Если совет не положит конец его бесчинствам, то это сделаю лично я Совет? А что, у вас есть лидеры? В определенном смысле Три великих магистра братства олицетворяют огонь, воду и тьму Расскажи мне поподробнее о магистре огня Великий магистр Мильтон – исключительно одаренный огненный маг Многие считают, что он самый могучий маг во всем мире Всей своей сущностью он стремится к расширению границ познания Открыть священное дерево для всех магов Вне зависимости от того, какой они избрали путь, было его идеей Многие не доверяют ему, потому что в свое время они с королем Миртаны были очень дружны Но наш великий магистр знает, что делает Его не так-то легко сбить с толку Что ты можешь рассказать мне о магистре воды? Великий магистр Мирдарион предпочитает не распространяться о своем прошлом Ходят слухи, что когда-то давно он вместе с мастером Нингалом бежал из Мора Сул Как будто в мире есть что-то такое, чего могли бы испугаться два могучих волшебника Великий магистр Мирдарион очень интересуется древними развалинами Аргаана И постоянно отправляет туда экспедиции А магистр Тьмы кто? Великий магистр Нингал Он очень скрытный человек Пустой болтовни не любит Все, что мне о нем известно Что в его присутствии нужно быть очень осторожным Почему? Он что, убивает тех, кто придется ему не по душе? Хватит! Я и так уже рассказала тебе слишком много Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Чего? Ничего не трогай! Не беспокойся, я не настолько глуп, чтобы трогать инструменты мага Умничка! Дай-ка я угадаю Это тебя ведьма прислала? А с чего вообще Гелана взъелась на тебя? Эта ведьма вообще ничего не понимает в магии В отличие от меня Так она действительно ведьма? Мне просто было очень странно увидеть женщину среди магов Она волшебница, но ее совершенно не интересуют исследования в области магии Она не стремится узнавать новое Ей вообще по-хорошему нечего здесь делать Гелана волшебница? Гелана волшебница? Женщина-маг? Это не разгневает богов? Ты же ведь не из этих краев, верно? Все тарифы женщины-маги были не редкостью вот уже несколько веков А насчет божьего гнева может Гелана и есть их наказание нам за провинности? Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха! А ты исследователь? Угу. Магия постоянно меняется и развивается. Я хочу создать нечто новое и продемонстрировать этим старым болванам. Новая магия? Последние несколько лет в мире магии произошли значительные изменения. И тому должна быть причина. Но эти глупцы в упор не видят очевидного. Но ничего. Я еще переверну с ног на голову их устаревшие представления о магии. А почему ты торчишь в этой дыре? Тут же сыро и неуютно. Здесь я могу спокойно работать, чтобы меня не отвлекали. Эти старые пердуны пусть сидят там в своих креслах-качалках. Мне до них нет дела. Я ученый-одиночка. То есть они просто прогнали тебя? Вот еще. Я сам попросил Мердариона. Эти узколобые бараны просто действуют мне на нервы. А что это за штука такая у воды? Насос. Откачивает воду из пещер. По крайней мере здесь суше, чем на самом болоте. Хотя с потолка все равно постоянно капает какая-то вонючая жижа. Меня прислала Геллана. Я должен проинформировать тебя, что после очередного взрыва тебя вышвырнут на болото. Не о чем беспокоиться. Эксперимент завершен. Что? Моя миссия завершена? И не будет драки? И ничего такого? Отлично. Тогда я отправлюсь на встречу с магистром Мердарионом. С Мердарионом? Это вряд ли. Геллана тебе не позволит. Она так и дальше будет посылать тебя с поручениями только и всего. Почему я не удивлен? Я могу помочь тебе стать членом братства Туушу. У тебя будет доступ к отличному снаряжению и многому другому. Но взамен я потребую с тебя плату. Тебя интересует мое предложение? Чего тебе надо? Соломенная шляпа. У меня ее сперли орхи. Она мне нужна. Очень нужна. Шляпа? Соломенная шляпа? Ты что, издеваешься? А ты чего ожидал? Спасение принцессы? Ну ладно, не хочешь денег, найду другого лакея. Какая вежливость и обходительность. Хм, я тебе нужен. Ведьма-то нипочем не пропустит тебя к Мердариону. Я помогу тебе и достану твою шляпу. Где мне ее искать? В развалинах. Там ошиваются орки-изгои. Ступай через мост на юг, а потом иди на юго-восток. Там путь освещен факелами. Не пропустишь. А почему соломенная шляпа для тебя так важна? Сам увидишь. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха! О, новенький. Прошу меня извините. Мне нужно о многом подумать. М-м-м-м-м-м-м-м-м-м. 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 Вултус больше тебя не побеспокоит. Меня. Ну, впрочем, ладно. Он больше не шумит, как раньше. Уже хорошо. Значит, ты теперь позволишь мне поговорить с Мердарионом? Нет. С великими магистрами могут говорить только члены братства Туушу. Ты просто использовала меня. Нет. В моей власти принять тебя в наш круг. Но не раньше, чем ты докажешь, что от тебя нам может быть толк. Чего ты от меня хочешь? Кто-то в болоте проводил эксперименты над когтехватами Один когтехват сбежал, и на нем был магический ошейник, что может скомпрометировать его владельца Понятно, и мне нужно будет убить этого когтехвата и уничтожить ошейник? Не совсем, судьба зверушки меня не волнует, а вот ошейник тебе нужно будет принести мне Я награжу тебя за твои старания Я уже побывал в той пещере, когтехват мертв Что там с ошейником? Ты его отыскал? Вот Прекрасно, вот твоя награда, и катись отсюда Я принес тебе твой дурацкий ошейник, пропусти меня к Мердариону, наконец Не так быстро, сначала ты еще поможешь мне навсегда прогнать отсюда Вултуса Нужно будет как следует его отлупить? Фу, как примитивно Нет Тебе нужно будет отправиться в южную часть болота и выяснить, как на самом деле функционирует алтарь стихий Это еще зачем? Если получится вызвать очень сильный дождь, то подвал, в котором работает Вултус, окажется окончательно затоплен И тогда, наконец, в тушу воцарится мир и покой Субтитры создавал DimaTorzok Чужак? Здесь? О, новенький Чужак? Здесь? Чужак? Здесь? 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 Продолжение следует... 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 Девушки отдыхают Мне нужно кое-что сделать для магов И мне тоже Пошли, поможешь мне со статуей? Что не так со статуей? Нескольких частей не хватает Возможно, эти тупоголовые орки раскидали их по округе Они могут также быть и в руинах В этом дьявольском месте? Да ни один орк не отважится сунуться туда Ладно, ищи здесь, коли хочешь А я проверю руины Осёл Когда я вернусь с недостающими частями Я даже дам тебе собрать статую вместе Договорились Только, боюсь, выйдет наоборот Ты уверена, что части статуи действительно где-то здесь? Да! Ну, как знаешь, дело твоё А я пойду поищу в руинах А что ты собираешься делать со статуей? Не твоё дело Вот как? Тогда тебе и моя помощь не нужна Ну что ж, я должна изменить погоду для одного безумного мага И якобы должна существовать статуя, которая может помочь мне в этом Что за маг послал тебя? Это не твоё дело Ты-то что здесь ищешь? Части статуи, судя по всему Части статуи, судя по всему Части статуи, судя по всему Части статую Какая! Части статуи Почти статуи Да! Конечно, мы должны найти Части статуи Продолжение следует... 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 Продолжение следует...